Знаете, что такое Рамсы? Вы сами говорите, что знаете, что такое Рамсы. Начинается все с очень простой, совсем действительно, школьной задачи, которая звучит следующим образом. Вот пусть есть у нас шесть человек, шесть человек. Утверждается, что какие бы это ни были шесть человек, какие бы вообще совершенно произвольные шесть человек на свете, либо среди них найдется трое попарно знакомых, то есть три человека, которые знакомы друг с другом, либо среди них найдется трое попарно-незнакомых. Значит, найдутся трое попарно-знакомых. Но если уж такого не произойдет, то обязательно найдутся трое попарно-незнакомых. Либо найдутся трое попарно-незнакомых. То есть наоборот, три человека, которые друг друга не знают. Ни один, никого из остальных не знает. Либо найдутся трое попарно незнакомых. Я так понимаю, что слушатели, присутствующие в этой аудитории, доказывают умение. Ну, тем не менее, для того, чтобы вы лучше воспринимали дальнейшее, я это докажу. Ну, просто в дальнейшем это поможет. Давайте, во-первых, сообразим, как это проинтерпретировать. Проинтерпретировать это надо, конечно, в терминах графа. Шестерых товарищей обозначим просто точками, вершинами графа. А ребра между двумя товарищами будем проводить в том случае, если они между собой знакомы. Если два товарища знакомы, то мы проводим ребро, а если не знакомы, то не проводим. Ну, и вообще говоря, может получиться совершенно произвольный граф из шести вершинок, потому что априори мы не знаем, как устроена система знакомств среди вот этих шести людей. Может быть, вообще никакие двое не знакомы, тогда ни одного ребра не возникнет. Правильно? А может быть, знакомы все между собой, тогда возникнет куча ребра. Вот. Ну, тем не менее, условно нарисую какую-нибудь картинку. Вот, например, такая ситуация может быть, что вот эти два товарища знакомы, эти два знакомы, эти два знакомы, эти два знакомы, а остальные не знакомы. Так, ну, это вроде никого не смущает в этой аудитории. Вот. Дальше надо сделать так. Зафиксировать какого-нибудь конкретного товарища. Вот я его зафиксировал, обведя кружком, и хочу рассматривать те знакомства, которые имеет этот конкретный товарищ. Правильно? Вот я смотрю на этого товарища и смотрю на его знакомства. Мне нужно просто перебрать какие-то варианты, какие возможны случаи. Так. Хотя бы, ну, по принципу 9 лет, хотя бы какого-то цвета. Давайте пока цвета у нас нет, увидите, у нас... Да, незнакомство или знакомство будет 3 штуки выходить. Ну, конечно. Совершенно верно, да. У нас у этого товарища потенциальных соседей в графе, которую я нарисовал, то есть людей, которые с ним потенциально знакомы, их 5 человек, правильно? Но ясно, что по принципу 9 лет, либо хотя бы трое из них действительно с ним знакомы, либо хотя бы трое из них с ним не знакомы. Вот этот момент, он переносится на общий случай, который, как я понимаю, вы пока не рассматривали. Вот вы его сейчас зафиксируете у себя в голове, и когда его рассматривают более общий случай, мы вспомним его, вот этот принцип деревья, что если дано 5 человек, то либо из них есть хотя бы трое, которые с данным вот этим конкретным человеком знакомы, либо есть хотя бы трое, которые не знакомы. Так, ну, давайте разбирать случай. Вот на этой картинке как раз нарисована ситуация, когда... Трое попарно незнакомы. Но не попарно, а трое незнакомы с этим. Я пока не смотрю, что трое попарно. Да, конечно, с точки зрения вот этого утверждения, да, здесь нарисована ситуация, когда есть 3 человека, которые попарно незнакомы. Но мы смотрим на вот этого товарища, и сейчас разбираем только его окрестность, так сказать. И вот мы выяснили, что по принципу деревья, либо у этого товарища есть 3 знакомца хотя бы, либо есть 3 незнакомца. И вот на этой картинке как раз у него есть только один знакомец, и целых 4 незнакомца. Правильно? То есть это второй случай, когда из вот такой вершины 3 и более ребер не проведено. Да. Ну, я не знаю, мне кажется, красивее рассматривать случай, когда 3 и более ребер проведено, просто потому что они проведены, их видно. Вот, давайте рассмотрим ситуацию, когда наоборот. Есть хотя бы 3 товарища, с которыми знаком данный обведенный нами человек. Если у него есть хотя бы 3 знакомца, а то вот мы находимся в рамках этого случая, то что? То если хотя бы одно ребро из трех между этими тремя, то есть уже треугольник троих попарных знакомых. Совершенно верно. Либо это есть ребро, либо это есть ребро, либо это есть ребро. И в каждом из этих случаев у нас образуется треугольник попарных знакомых. А в противном случае это трое попарно незнакомых. А если нет ни одного такого ребра, то все, мы нашли трое людей, которые попарно незнакомы. И таким образом мы полностью разобрались в случае, когда вот у этого выделенного товарища есть хотя бы 3 знакомства. Правильно? Да. Ну, а если у него все-таки как бы на этом рисунке есть хотя бы 3 незнакомства, ну, вот давайте вот этот вот товарищ с ним незнаком, вот этот, например, вот этот, мы даже четвертого рассматривать не будем, нам вполне хватает троих, с которыми он незнаком. То как здесь рассуждать? Совершенно так же, правильно? Да, потому что знакомство заменит на незнакомство. Ну, совершенно верно. Ситуация называется абсолютно симметричная. То есть, либо, как надо сказать, либо здесь нет ребра, да? И тогда у нас вот эти трое попарно незнакомые. Либо здесь, а? Если хотя бы в одной, если хотя бы одного ребра из этих трех нету, то у нас будет трое попарно незнакомых. В целом, в случае Ксения нет. Да, совершенно верно. Вот здесь как раз на этой картинке видно, что одного ребра нету, и образовались трое попарно незнакомых. Но если бы оно было, то вот эти трое оказались бы попарно незнакомыми. И все. Вот такой вот нудный немножко перебор различных случаев дает нам в итоге правильный ответ. Но, соответственно, возникает такая замечательная наука, которая, представьте себе, на самом деле является одной из центральных в современной прям большой комбинаторике. То есть, вас учат там чему-то, чем занимаются серьезные ученые. С какой стати, собственно, заниматься именно тройкой попарно знакомых, супротив тройки попарно незнакомых? Ну, а почему бы не посмотреть на ситуацию, когда четверо попарно знакомых, либо шестеро попарно незнакомых? Чем она хуже? Но при этом вопрос возникает, хорошо, а сколько человек достаточно, чтобы гарантировать, что среди них найдется либо четверо попарно знакомых, либо шестеро попарно незнакомых? Кстати, да, это будут числа Рамсель. Но тут еще один важный момент в рамках этой задачи возникает. Шестерых человек нам точно хватило, мы только что это доказали. А пятерых хватит? То есть можно ли утверждать, что есть пять человек, и тоже найдутся либо трое попарно знакомых, либо трое попарно незнакомых? Можно построить контрпример. Вот, можно построить контрпример. Давайте вы мне предложите контрпример, а я пока с доски соберу. Так, все-таки мокромный пункт. Как-то не стирается. Может, для пяти вы не рисуете двудольные, да? А, для пяти можно? Нет, не двудольные. Для пяти можно нацирать просто пятиугольник. Да, можно нацирать просто пятиугольник. Да, да, вот правильный пример, который показывает, что для пяти уже вот это утверждение неверно, это пятиугольник. Мы рисуем такой пятиугольник знакомств, то есть люди знакомы по циклу, по циклу на пяти вершины. И понятно, что в этой картинке нету ни одного черного треугольника, то есть нету треугольника знакомств, нету троих попарно знакомых. Да. Но если вы посмотрите на незнакомства, то есть на отсутствующие ребра, то среди них вы тоже ни одного треугольника ведь не найдете, правда? Да. Ясно? Кстати, ясно, что отсутствующие ребра, вот эти непроведенные ребра, они ведь тоже образуют ровно такой же цикл на пяти вершинах. А, да. Вот это вот, кстати, ясно или нет? Да, ясно. То есть картинка устроена таким образом, что полный граф на пяти вершинах, полный граф на пяти вершинах, это такое объединение двух циклов. Один как бы внешний, а другой вот такая вот звездочка внутренняя. Но эта внутренняя звездочка, это точно такой же цикл, его просто по-другому выдернули. Видите, вот так вот. Раз, раз, раз. Оп, оп, прошло. Точечек пересечения ведь не является вершиной, правильно? Поэтому это абсолютно точно такой же цикл, как внешний. Вот во внешнем цикле нет ни одного треугольника, и во внутреннем цикле тоже нет ни одного треугольника. Вот. Таким образом, мы можем утверждать, что шесть – это наименьшее число, такое, что какие бы шесть человек на свете ни появились, среди них либо есть трое попарно знакомых, либо есть трое попарно незнакомых. И вот обобщить эту ситуацию на случай, когда вместо троих рассматриваются какие-то другие два числа, либо там пятеро попарно знакомых, семеро попарно незнакомых, либо двадцать пять попарно знакомых, сорок три попарно незнакомых и так далее. Вот это вот и есть задача о числах Рамсея. Рамсея. Продолжение следует...